Школьники со всего Сочи в этой акции участвуют не в первый раз. Ветеранам очень приятно получать поздравления от молодежи, да и ребята в рамках этой акции узнают много нового о героях. Для сбора поздравительных открыток в центральных почтовых отделениях по всему краю установлены ящики с логотипом акции «Благодарность земляков». Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести маркированную открытку или конверт праздничной тематики, или написать свои поздравления и пожелания. Отправитель может не знать адреса и имени ветерана, но благодарность за его подвиг. Кубанские почтальоны обязательно доставят участникам войны к 9 мая. Для того, чтобы ветераны не забывали по своей подвиге, чтобы мы не забывали. И я помню очень про подвиг ветеранов. У меня прабабушка и прадедушка воевали. Прадедушка уже умер, когда мне было три года, а прабабушка еще жива. Ей 95 лет и она живет на Украине. Ставшая уже традиционная социальная акция «Почта России. Благодарность земляков» проходит во всех регионах страны. В прошлом году в ней приняли участие более трех тысяч жителей Краснодарского края. Самыми активными участниками на Кубани стали учащиеся общеобразовательных школ и кадетских корпусов. Кроме писем со словами благодарности, дети отправляли ветеранам рисунки и стихи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!